Пандемия явилась серьезным вызовом для всей системы здравоохранения нашей страны. Не хватало инфекционных коек, большинство стационаров были перепрофилированы для оказания помощи больным с новой вирусной инфекцией и требовалось незамедлительное принятие решения для того, чтобы устранить эти недостатки. Правительство нашего города, Комитет по здравоохранению приняли очень мудрое решение для строительства корпусов-трансформеров. Это позволяет оказывать лечебные диагностические помощи больным на самом высоком уровне. И доказательством этому явилось строительство корпуса в нашей больнице на 405 коек. Реализация проекта стала возможным благодаря тому, что губернатор города, профильные вице-губернаторы, Комитет по строительству приняли решение для строительства этого корпуса. Средства были выделены из резервного фонда губернатором нашего города. Только это позволило приступить к реализации и выполнению поставленных задач. Я могу кратко характеризовать особенности. Прежде всего, это сроки. Строительство этого корпуса в доковидное время заняло бы 3-5 лет. На реализацию мы использовали только 10 месяцев. Корпус передан нам под ключ полностью с оснащением, самыми прогрессивными технологиями и в соответствии действительно мировым стандартам. Дело в том, что больница Того Георгия на сегодняшний день уже 20 месяцев работает в режиме инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. И в какой-то момент появилась необходимость расширения коечного фонда. И одно из решений, которое было предложено, это построить новый корпус мощностью на 305 коек. Проект реализовывался в очень короткие сроки и была поставлена задача максимально эффективно выполнить, поэтому те решения, которые мы искали, они должны были быть максимально готовы и такими коробочными для того, чтобы можно было прям взять и начать работать, а не подбирать какое-то оборудование по разным поставщикам-производителям. На момент реализации проекта выбор был практически безальтернативен в пользу интегрированной операционной компании «Шторц». Важные моменты, которые, безусловно, помогают нам каждый день в работе, это возможность гибко использовать все возможные видеоизображения, которые есть в операционной. Мы можем их транслировать на любой экран, транслировать внутри больницы, использовать при проведении различных конференций, мастер-классов, ну и также для обучения специалистов и студентов, так как наша больница является клиническими базами всех крупнейших вузов Санкт-Петербурга. Возможность работы с видеосигналом позволяет минимизировать количество персонала, находящегося в непосредственном контакте с пациентом. То есть заведующий отделением или главный хирург клиники может наблюдать за ходом операции дистанционно из, например, своего кабинета или из ординаторской, комментируя ход операции, давая какие-то наставления и советы в тот момент, когда бригада хирургов работает непосредственно операционной. Связываться не только по локальной сети, но и, имея выделенный интернет-канал, привлекать специалистов из других учреждений, либо специалистов нашей клиники, которые в данный момент не находятся на рабочем месте, для того, чтобы получить какую-то консультацию, консультативную поддержку или помощь при проведении того или иного вида операций. Еще одним немаловажным моментом является возможность использования видеоархива. Видеоархив позволяет, во-первых, самим хирургам отслеживать свой прогресс в течение своей хирургической жизни, своей профессиональной деятельности. Ну и, помимо прочего, так как в нашей клинике проводятся некоторые авторские уникальные вмешательства, позволяют накопить определенный видеоматериал, который можно использовать для обучения наших коллег-специалистов, или же молодого поколения хирургов в интернаторе, ординаторе или на этапе обучения в медицинском вузе для студентов, имея хорошее качественное изображение. Мы можем максимально сократить время выполнения операции и сделать это максимально комфортно и безопасно для оперирующего хирурга и пациента. Продолжение следует...